привет ребят пока все собираются давайте я похвастаюсь забыла вам совсем показать смотрите девочка рисует такие у него картина счастье называется вот ее можно хоть как смотреть и напишите у кого с чем вызывает эта картина какие ассоциации очень интересно вот ребят еще сразу же хотела сказать мне по марафонам очень очень много сообщений мне приходит по марафонам но не вы не говорите какой марафон конкретно вас интересует то есть есть марафон про на фит это где мы будем с вами говорить о том откуда брать энергию на сухих днях на малоедение на редкоедение это очень важно потому как я смотрю на ребят и многие просто пишут многие говорят что на второй четвертый день просто слабость жуткая вот чтобы этого не было обо всем об этом мы будем рассказывать я буду рассказывать вот в этом марафоне про на фит какие лучшие упражнения какие лучшие травки как лучше зайти почему так лучше что происходит с вашим организмом что нужно делать если есть такая-то какая-то слабость там еще что-то это обязательно нужно нужно знать потому что это же ваш организм вам никто не поможет кроме вас самих вот потом у нас будет марафон по депривации сна где я расскажу что такое депривация сна если она механическая и если она естественная что происходит с вашим организмом что происходит в мире в ночное в ночное время наверное так бы я сказал да что происходит с вашей нервной системы откуда ваша нервная система что происходит с мозгом в котором находится ум в котором находятся ваши мысли откуда они почему они там появляются и как они влияют на сон как сон влияет на них потом у нас еще будет марафон про деньги и как показывает практика это самый востребованный марафон на сегодняшний день потому что туда больше всего набираются людей я прекрасно понимаю почему это это не говорит о том что вы плохие люди такие вот материальные они духовные это вообще не про это мы все с вами живем материальном мире но деньги мы многие из вас не могут заработать столько сколько нужно ему только лишь потому что он он не может себя найти деньги кому нужны и когда вы делаете ценность денег вы всегда будете бежать за этой ценностью а нужно все в другое русло направить и об этом мы тоже поговорим но и конечно же у нас будет марафон по не питание вот поэтому ребят когда вы говорите что хочу попасть на какой-то марафон он еще ни один не запустился потому что там набираем до определенного количества людей минимум 100 дамы с вами озвучивали и тогда запускаю потому что у меня есть еще марафона где-то максимум 10 человек проходит но там уже стоимость абсолютно другая там с личными проработками вот поэтому решили сделать такой бюджетный бюджетные марафоны потому что не все себе могут позволить но кто-то уже готов идти дальше именно для вас я делаю вот такие вот марафоны чтобы мы с вами еще чуть ближе стали стали к себе максим привет похоже на радугу лета кто похож на радугу я вот по марафонам вроде бы я вам сказала и сегодня ребят я бы я бы наверно с вами поговорила о о питании снова о питании у питания о непитании очень много запросов все равно приходит очень много запросов как быть как как перейти с сыроедения как выходить на чистые дни что происходит и множество именно тех вопросов которые абсолютно не касаются вас то есть что такое еда еда это же не вы и в это прекрасно понимаете но понимаете это головой и почему все время тянет на питание почему все время тянет на еду почему все время тянет что-то заесть не потому что вы что-то не доработали да вот сейчас многие говорят что надо проработать надо вот это проработать надо вот это проработать вот это по большому счету нужно просто прийти к себе и понять а что такое почему я почему не хочется оставаться в этом мире Ведь вы, наверное, многие из вас уже пробовали состояние вне еды. Как очищается сознание? Какие у вас осознания? Что происходит в вашем мире? Как воспринимают ваши процессы ваши близкие? Как они вас не выпускают из своего поля? Как они вас пытаются зафиксировать там, где им удобно, где им привычно, что вы есть? И это же не потому, что им привычно, это потому, что вам не привычно. Вы переживаете и боитесь выйти из этого состояния. Из состояния еды. Потому что выйти из состояния еды – это страшно. Страшно на каком-то этапе. Страшно на каждом этапе. Но если вы уходите в страх, то вы понимаете, чем глубже вы идете в страх, тем больше вы понимаете, что страха не существует. Вы его не сможете найти. Его просто нет. И я вам скажу, у меня после ретрита, который сейчас недавно закончился, одна девочка, она постепенно выходит на автономию. Да, у неё действительно отвалилось желание еды, действительно отвалилось вот это физическое желание. Она практически ничего не ест. Но сейчас мы будем с ней прорабатывать психику, потому что психика очень-очень жёстко тянет обратно. Потому как там же всё понятно, там всё известно. Туда, куда выносит состояние осознание, но не каждый может туда. Не каждому удобно и интересно там быть. Не каждый может справиться с тем, что у тебя отваливается желание. Люди не понимают, что такое отваливаются желания. Люди не понимают вообще, что такое желание, да? И мы с вами говорили, что желать можно только от того, чего у тебя нет. Когда ты понимаешь, что у тебя есть абсолютно всё, какое у тебя может быть желание? У тебя может быть желание, не знаю, там, вот телефон, да? Я его хочу, если он у меня есть? Конечно, нет. Он просто у меня есть. Мне с ним удобно, мне с ним комфортно, или неудобно, или некомфортно, неважно. Но желания уже нет. Нет целей. Говорит, а как это без цели человек живёт? Но есть приоритетность. Есть просто приоритетность, и это есть жизнь. Что для вас есть жизнь? Ведь очень многие боятся страхов. Страха смерти – это основной, базовый страх, от которого идёт всё на свете. И мы с вами уже говорили, что смерти мы боимся только лишь потому, что многие не жили. Как войти в это состояние, в состояние жизни? Состояние жизни входит, войти можно тогда с лёгкостью, когда вы начинаете быть тотальным, честным к самому себе. И многие говорят, так я уже давно честен, я уже всё проработал. Вы знаете, ко мне на ретрит приезжают люди, вообще все очень крутые. Ну просто вот мега. Я всегда от них чему-нибудь учусь. И да, они намного глубже и шире меня. Они намного талантливее, чем я. А я всего лишь играю роль проводника. Проводника к им самим. И естественно, они когда приезжают, они говорят, я всё проработал, я вот здесь вот всё проработал, вот здесь вот. И когда мы открываем новую дверь честности, она другая. И это, наверное, не та честность, с которой мы привыкли, а она намного глубже. Это та честность, которую мы никогда не говорим себе. Потому как мы привыкли, что это не есть честность. Потому как мы привыкли, что это есть одна из граней самого себя. И когда мы эту грань начинаем вскрывать, тогда очень-очень явно начинает выражаться и всплывать всё то, что мы не договаривали самому себе. Что я не делаю вот это, потому что мне удобно вот это. я не реагирую на это, потому что мне удобно вот так-то. И на самом деле это очень сложно, когда ты это делаешь сам с собой, потому что ты уже всё проработал, тебе кажется, я всё уже знаю. Но когда тебе со стороны начинают показывать, другой человек транслировать то, что ты не увидел, у тебя приходят другие осознания. и они настолько глубокие, и эта глубина, она настолько лёгкая и прозрачная, что ты понимаешь, что всё лежит на поверхности, абсолютно всё. Но ты уже себе не задаёшь вопросы, а как так, а почему я раньше об этом не думал. Ведь это уже становится неважно. Тебя уже перестаёт откидывать назад. Тебя перестаёт откидывать в твоё прошлое, которое уже не существует. Зачем в нём ковыряться? Вы когда-нибудь задумывались, для чего нам психологи говорят, что давайте разберём ваше детство? Вот там у вас была такая-то ситуация, а там ещё что-то. Ведь психологов учат по книгам, по определённым. Для чего? Чтобы что? Чтобы человек всегда был там, чего уже не существует. Как вы можете проработать то, чего уже нет? Как вы можете вытащить то состояние депрессии, страха, разочарования в ваших близких, в ваших родителях, в ваших друзьях? Вы это разочарование не можете вытащить. Оно там. Его уже здесь не существует. В этой плотности, в этом временном контенте его не существует. Как вы можете его проработать? Вы можете его вспомнить, вы можете освежить свою память, вы можете даже какие-то моменты прочувствовать. Но чтобы что? Чтобы вернуться туда? А здесь? Как вы здесь себя будете прорабатывать? Как вы здесь можете себя найти? Я вам скажу самую простую вещь, и вы можете просто попробовать. Ведь когда вы находите себя, истинного себя, вот там, где вы есть, здесь и сейчас, каждый момент своего времени, и у вас в этом состоянии, в этом времени никогда не будет разочарования. Вы никогда не захотите уйти туда, чего уже не существует. и вам даже будет неинтересно простроить то, что еще не случилось. Вы будете цепляться за каждый момент этой жизни, за каждый глоток этой жизни, потому что он больше никогда не повторится. И если вы это прочувствуете, то какая разница, больно вам сейчас, разочарованы вы сейчас, либо веселитесь, насладитесь каждым моментом здесь и сейчас, потому что этой боли вы больше никогда не почувствуете. Она всегда будет уже только позади. И этой радости вы уже никогда не почувствуете. Она тоже будет всегда уже позади. Ведь что такое жизнь? Это путь. Путь, в котором не бывает хорошо или плохо. Ведь когда мы ищем в пути, хорошо или плохо, мы заведомо себе задаем программу конечности. ведь когда мы идем в процесс, чтобы нам было хорошо, мы идем к определенному моменту самого себя. И когда нам становится вот это хорошо или плохо, абсолютно неважно, мы себе, своей ДНК говорим, что пройден еще один путь своего жизненного пути. Идет фиксация. Мы дошли до какой-то точки, оно зафиксировалось. И мы свою жизнь уменьшили. А когда у нас нет хорошо или плохо, если у вас бесконечный процесс жизни, разве важно, хорошо будет или плохо? Ведь в бесконечности, бесконечно хорошо или плохо. И тогда отпадает важность, какой сейчас момент. Потому что каждый момент уже не существует. Куда ты идешь? В конечность себя или в безграничную вечность? Когда ты научаешься быть максимально собой, когда ты научаешься принимать через благость самого себя каждый отрезок своей жизни, твоей, которую ты себе создаешь. И ты свою жизнь создаешь не своим выбором. выбор – это всего лишь миг. А последствия от этого выбора – это жизнь. Что для тебя важен – миг или жизнь? выбор, он никогда не сидит в голове. Выбора не существует. Если ты научишься чувствовать свое тело, то у тебя не будет выбора. Ты будешь каждый момент своего времени знать, что тебе делать. и это будет без выбора. Это будет течение. И если ты даже обернешься назад, то ты посмотришь – о, да. И это можно будет интерпретировать как своеобразный выбор. Но тогда ты назовешь это чувствованием. А если ты пойдешь в голову и скажешь – ой, мне интересно вот это, либо вот это. Так мне сделать или вот так? А как мне лучше поступить туда или сюда? То ты тогда запутаешь самого себя и будешь проживать все время последствия своего выбора. Будешь тонуть в своих последствиях все время искать как палочку-выручалочку выбора того, что уже никогда не вернешь. И если есть ты, то ты никогда не пойдешь в прошлое разбирать какие-либо проблемы, потому что их уже не существует так же, как и прошлого. Если, ребят, вы научитесь жить здесь и сейчас, то у вас абсолютно будет абсолютно другое качество вашего мира, вашего окружения, ваших друзей, ваших любимых. Абсолютно другое. А вот готовы вы к этому или нет – это уже другой вопрос. И я как раз вас к этому готовлю, чтобы вы вскрыли себя, себя как космос. Ребят, если есть вопросы, то задавайте, а если нет, то я тогда буду отключаться. меня вот ютуб подтормаживает. да, вот тут он пишет. Светлана, можно ли вас куда-нибудь пригласить? меня тут ребята посмотрели, что я на доске каталась и пригласили меня покататься тоже в их компании. Вот на такие мероприятия я езжу с огромным-огромным удовольствием. Если что-то связано с горами, с морем, еще с чем-то, если это клево, то это клево, конечно же. Да, я люблю такое. Все, что движение – это кайф. Да, ребятки, вопросов нет. Тогда я буду отключаться. Увидимся с вами во вторник. Ну и, конечно же, мы в субботу или воскресенье, спасибо за сердечки, в субботу или воскресенье проведем эфир в клубе, и там, и там мы, наверное, поговорим с вами о начале начал. Почему столько вопросов? Откуда все? Почему так многим важно знать начало? И об этом мы поговорим в закрытом клубе. А я вас всех обнимаю. Ох, есть вопрос. Очень хочется оставаться здесь и сейчас постоянно, пока еще это происходит не всегда. Да, Танюш. Происходит не всегда, потому что вас откидывает. Вас откидывает в привычное состояние. спасибо, спасибо, Танюш. Присоединяйтесь, ребят, в закрытый клуб. Кому интересны какие-нибудь там каверзные темки. Они у нас, конечно же, все есть в записи. Вот. Но кто хочет пройти марафон, тоже присоединяйтесь, потому что мы периодически кидаем какой марафон, где. А когда мне пишут в личку про марафон, ребят, если честно, я немножко путаюсь, где какой марафон, потому что мне уже, когда администратор говорит, что, Свет, вот этот марафон запускаем. И мне так проще. Вот. Потому что я ничего не запоминаю. вы это знаете. Всех обнимаю. Всем огромное спасибо, что были со мной. И мы с вами прощаемся до вторника. Салют. Слышите? В честь вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!